МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Омску птицефабрику «Сибирская» за горящее пометохранилище оштрафуют на 80 тысяч. Напомним, в течение двух месяцев омичи жаловались на запах гари и химикатов в воздухе. Как выяснилось, одной из причин стало горение отходов на пометохранилище предприятия. К такому выводу пришли специалисты регионального Роспотребнадзора после проведенной проверки. Появилась информация, что регулярным увлажнением помета, вопреки требованиям, никто не занимался, что и обернулось проблемами. Однако глава Минприроды Илья Лобов в интервью сайту «Город-55» опроверг эту информацию. По его словам, куриный помет птицефабрика хранит правильно. Все необходимые средства для тушения пожара предусмотрены. Почему тогда произошло возгорание, министру неизвестно. Тем не менее, к руководству фирмы применены меры административного реагирования. За загрязнение атмосферного воздуха птицефабрики придется заплатить штраф в 80 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры в Омской области ликвидируют еще одну свалку. Речь идет о горах мусора в Знаменском районе. Во время проверки того, как соблюдаются требования закона, специалисты нашли множественные точки сброса отходов. Выяснилось, что должностные лица не принимали никаких мер по их расчистке. Районный прокурор подал иск в Знаменский суд. Требования удовлетворили в полном объеме. Как сообщают в пресс-службе ведомства, органы местного самоуправления уже проводят работу по ликвидации стихийных полигонов. Тем временем, чиновники облправительства намерены обсудить вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами и ход мусорной реформы. В Омске запланировано заседание с участием заместителя председателя правительства России Виктории Абрамченко. Подробности расскажем в эфире Омск ТВ. Продовольственная безопасность России не вызывает сомнений. Страна надежно обеспечена всем необходимым. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Дефицита продуктов, по его словам, также не стоит опасаться. Гранты, которые предоставляли сельским предпринимателям, оказались эффективным экономическим инструментом. Благодаря этому число бизнесменов в сельхозотрасли за прошлый год значительно увеличилось. На 14,5 тысяч стало больше крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. А также появились сотни сельхозпотребкооперативов. Вместе с этим вырос спрос на российскую продукцию и сырье. Это подтверждается не только постоянно растущим экспортным спросом на сельхозпродукцию и сырье из нашей страны, но и достаточно надежным уровнем продовольственной безопасности. Основными продуктами питания мы себя обеспечиваем с избытком. В том числе растительным маслом, зерном, рыбой, мясом, сахаром. Мишустин добавил, что интерес к сельхозпродукции есть и у крупных бизнесменов. Они намерены развивать не только производство продуктов питания, но и создавать селекционно-семеноводческие центры. Есть хорошие новости и для АПК Омской области. Здесь собираются построить один из крупнейших в Сибири элеваторов стоимостью 5 миллиардов рублей. Он сможет единовременно хранить 200 тысяч тонн зерна и станет частью линейных элеваторов Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. А в будущем поможет нарастить сельхозпроизводство за Уралом с 20 до 80 миллионов тонн в год. Круглосуточно и 7 дней в неделю в Омске открыли вытрезвитель на улице Семереченской. Медицинский персонал уже приступил к работе. В штате 21 сотрудник. Для постояльцев этого учреждения приготовили комнаты со спальными местами, санитарные помещения, сейф для хранения личных вещей, комнату первичного приема и медицинский кабинет. Также по желанию постояльцев персонал может сообщить о месте их пребывания родственникам. Как отметил министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов, оказывать помощь будут только с согласия пациента. На ремонт и оснащение специального отделения из регионального бюджета выделено около 11 миллионов рублей. В отделении будут принимать только те граждан, которые не нуждаются в медицинской помощи, не пострадали от противоправных действий и выразили согласие на временное пребывание. Амичи смогут бесплатно пользоваться паромными переправами. Об этом сообщают в региональной энергетической комиссии. Накануне утвердили и тарифы для оценки объема субсидирования. Средства будут выделяться из областного бюджета. Изначально перевозчики просили установить более высокий тариф, но РЭК посчитала его экономически необоснованным. В результате попасть на другой берег Иртыша паромом теперь дешевле, чем в прошлом году. А для жителей Омска области эта социальная услуга бесплатная. Отмечается, что также с собой можно перевезти до 36 килограммов багажа. В Омске стартовал прием заявок на обучение в школе креативных индустрий. Она откроется в сентябре на базе Омского колледжа искусств по адресу 10 лет октября 33. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет могут выбрать одно из четырех направлений подготовки. Звукорежиссура и звуковой дизайн, фото и видеопроизводство, дизайн, электронная музыка. Под каждую студию отведено специализированное помещение с высокотехнологичным оборудованием и учебными классами. Омская школа креативных индустрий займет в здании колледжа два этажа. Обучение для школьников будет бесплатным. Федеральное финансирование проекта около 64 миллионов рублей. Через два года выпускники смогут получить документ о дополнительном образовании. Правда, желающим поступить в школу креативных индустрий стоит поторопиться, уверяют руководители учреждения. Количество бюджетных мест ограничено. К сожалению, у нас ограниченное количество бюджетных мест. Их только 80. Мы будем создавать резервный состав, потому что всякое бывает, дети могут выбывать, соответственно, будет автоматическая замена. И школа предполагает и коммерческие группы, в том числе, не только для возрастных групп 12-17 лет, но и огромный интерес и среди взрослых, желающих у нас учиться. Причем люди, которые уже профессионально работают в этих направлениях, но узнав, кто конкретно будет вести занятия, они бы хотели, допустим, поучиться в звукорежиссуре у Игоря Фауста. По словам преподавателей, среди которых ведущие специалисты в каждой области, акцент в обучении будет сделан на практике. Будущие выпускники, так во всяком случае считают педагоги, должны с головой окунуться в процесс и ощутить профессию, как говорится, изнутри. Познакомиться с основами мастерства и научиться создавать свои медиашедевры на самом современном оборудовании, которое будет им доступно в полном объеме. Одна из главных целей проекта, отмечают организаторы, восполнить нехватку специалистов медийной отрасли, которые массово уезжают из Омска в столицу или другие регионы. Плата за вывоз мусора не вырастет с 1 июля. В региональной энергетической комиссии утвердили льготные расценки на второе полугодие 2020-го. Всего их оказалось 274 на разные виды коммунальных услуг. Такие тарифы позволяют снизить плату для мячей, а разницу ресурсникам компенсируют из областного бюджета. Напомним, ранее в РЭК установили сниженный тариф по обращению с ТКО. Услуга упала в стоимости на 17% еще с 1 января этого года. Льготу продлили и на вторую половину 2022-го. Таким образом, экономически обоснованный тариф составляет 1018 рублей за кубометр и 6830 рублей за тонну. А для населения на льготных условиях он не превысит значения. 800 рублей за куб мусора для благоустроенных домов и почти 1000 рублей за куб для неблагоустроенных. Однако платить за воду, газ, свет и тепло о мячам придется больше. Рост стоимости этих услуг варьируется от 5 до 6% в зависимости от поставщиков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Скульптуры городового монумента «Слава героям», Любинского проспекта и Тарских ворот. С QR-кодом и новым уровнем защиты Центробанк представил модернизированную банкноту номиналом в 100 рублей. Ее цвет практически не изменился. От предыдущей версии купюру отличает лишь более светлый оттенок. Преобладающие цвета – оливковый и оранжевый. А вот внешний вид изменился кардинально. Вместо квадриги Аполлона на здании Большого театра на новой банкноте теперь изображены символы Москвы. Фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк Зарядье, здание МГУ на Воробьевых горах. На обороте – Ржевский мемориал советскому солдату. Кроме смены дизайна, новые 100-рублевые купюры будут лучше защищены от подделок. По своим характеристикам, модернизированные банкноты идентичны новым 200-рублевым и 2000-м купюрам, сообщили в Центробанке. Новые банкноты в 100 рублей будут покрыты лаком для удлинения срока службы. Также на них теперь будет размещен QR-код, который ведет на сайт Банка России. В Большереченском зоопарке в семье Мурских тигров родилась тройня. Об этом сообщают в официальной группе в социальных сетях. Полосатая пара Аза и Граф стали родителями не в первый раз. Малышам уже исполнился один месяц. Как пишут работники зоопарка, мама строго следит за своими детьми. Лишь иногда разрешают погулять в вольере на улице. Папа же контролирует безопасность своей семьи. Напомним, тигрица Аза родилась в Большереченском зоопарке в 2010 году. Графа привезли из Краснодара. Впервые пара стала родителями в 2016-м. Всего у них появилось 15 котят. Отметим, что амурские тигры занесены в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова